Начинаем пресс-эфференцию по итогам матча 30-го тура Олимп первенства Фанэлл сезона 2021-2022. В комментарии главного тренера футбольного клуба Аланья, оглубнилась по карту Руси. Несмотря на счет, непростая игра, тяжелая игра, мы добирались сюда тяжело, и поле вязкое очень. У меня искусственным тренировался подгодавительно, это за день. Но надо отметить, что все-таки на траве оно всегда лучше. Понятно, но я очень доволен своей командой, что она на таком поле все равно старалась какой-то футбол показать. Она показала футбол, особенно в втором тайме, когда мы раскрепостились, когда мы гол забили быстро, когда мы передавили это, перетерпели, переиграли команду соперника, и поэтому двигаемся дальше. Быстрый гол у вас сильно упростила задача вашей команды в этом матче? Ну, это часто очень влияет, когда ты забиваешь быстрый гол, это воодушевляет. Но опять-таки же, мы очень тяжело входили, потому что всегда, когда характеры, две команды характерами начинают биться вначале, там кто-то увидит. Быстрый гол на это и влияет. Поэтому мы воодушевились, перетерпели, потому что вначале тяжелое поле, перетерпели это состояние, и потом уже довели игру до ульгийского завершения. А по ряде вопросов еще к вам пользуются? Спартак, Артурович, в первом тайме вы предъявляли претензии Солдатенко в одном из эпизодов. В чем там была причина, вроде бы? Да нет, это подсказ, мэры, все-таки у нас есть какая-то идея, в том, чтобы разыгрывать мяч. Но так как поле очень было тяжелое, мы немножко, все-таки, невстоятельной манере играли сегодня. Потому что все-таки мы хотим выходить от ворот. Но ребята принимают решение, и я не то, что требовал. Все-таки у нас такие вещи, если мы разыгрываем мяч, мы команду Сатылик на себя как бы выманиваем. А так как команда соперника сегодня сидела, там 5-4-1 играла, и сидела в обороне, очень тяжело вскрыть, особенно в этом поле, вскрыть линии и забить гол. Опять-таки же, фактор первого гола сказался, потому что им надо было уже открываться, выходить на нас, и мы этим воспользовались. Вы играли не в свою игру, это была заранее установка или по ходу дела, столкнувшись с полем, как-то были внесены изменения? Ну, чтобы не в свою игру, мы свалились все-таки на выносы, потому что это только с полем связано. То есть это была установка, да? Ну, конечно, цена ошибки возрастает, особенно если вратарь разыгрывается с игроками, поэтому на таком поле очень тяжело, и поэтому решили упростить вначале. Но все равно надо разыгрывать. Я сторонник того, чтобы команда, которая умеет выходить из обороны через розыгрыш, она имеет больше шансов выиграть, чем та, которая не может. Спасибо. Спартак Артурович, уже через 4 дня предстоит матч с Балтикой. Можете рассказать о травмированных игроках, насколько они сейчас готовы? Ну, слава богу, мы сейчас не взяли Хачмазова, Цараева, Ходарцева, Ильдарушева к нам тоже нужно подойти. Мы не взяли, потому что на это поле очень тяжело было бы им здесь что-то показать, особенно после Мехатрам. Поэтому они к нам присоединяются, и в игре из Балтики, я думаю, они все будут готовиться. Что касается турнира самого, очень много на самом деле переездов, перейдетов, сейчас логистика такая, и поэтому каждая игра, каждый очковок навезут. А я еще раз беру, сегодняшняя игра непростая, судя по тому по счету, она была очень многозатратная, очень тяжелая, и команда лепится, старается, никто не хочет проигрывать. Поэтому желаю, опять-таки, команде соперника удачи, и мы двигаемся дальше. Спасибо. Вопросик еще один, немножко не по теме игры, но тем не менее, может, ответить. Много слухов и мало информации о реконструкции стадиона во Владикавказе, что вы там по этому поводу слышите? Ну, я здесь немного, наверное, руководителя надо спрашивать. Вроде там по плану строительство должно заканчиваться в 2023 году, и в каком. Ну, я, честно, не информирован, потому что руководителя лучше спросить. Мы, конечно же, хотим, потому что, как бы нас в Чечне не встречала, она очень хорошо нас встречает на глипу, но, конечно, мы хотим играть на своем стадионе. Руководители, я думаю, все делают для того, чтобы он построился, как он замысл. И еще ваше мнение по поводу возможной реформы ФНЛ, о которой много говорят. Как бы вам хотелось ее видеть? Какой? Честно, я об этом не задумывался. Я думаю, логистика должна быть меньше, и до этого мы играли по две игры. Например, в Хабаровске и в Владивосток. Она была лететь сразу, и одним ударом было у Зайцев. А сейчас немножко ей летать, и я думаю, осень-весна был неплохой вариант. Это будет решить, это будет решать. Осень-весна или весна-осемь? Весна-осемь. Весна-осемь. Хочется поблагодарить болельщиков за то, что они приехали, нас поддержали, и мы двигаемся дальше. С победой. Хочется.